От прочности и сохранности фундамента зависит долговечность всего строения в целом. Как вы знаете, на фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стену и пол, обеспечивая идеальные условия для насекновения плесени и грека. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в пору бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. С каждым годом ситуация будет усугубляться, трещины будут разрастаться и вода рано или поздно доберется драматурного каркаса. С этого момента скорость разрушения основания дома увеличится в разы. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется сгиброизоляция фундамента. Любой фундамент следует защищать от двух видов вод. Это поверхностных, которые включают в себя осадки, и подземных, это грунтовые воды. От проникновения поверхностных вод строение защищает от мостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке. Поэтому отмостка делается всегда и всем строением без исключения. Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым снизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить. Где бы не был расположен уровень грунтовых вод, основание любого фундамента нужно укладывать на слой водопроницаемого материала, например, песок плюс щебень. Такая подушка обрывает капиллярное поднятие грунтовых вод. Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод, важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют на несущую способность и долговечность бетона, поэтому все применяемые для защиты фундаментов материала должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам. Различает вертикальную и горизонтальную гидроизоляции фундамент. Первое подразумевает создание защитного слоя по всей вертикальной поверхности монолитной плиты, ленты или столба. Она ограждает основание от воздействия грунтовой и дождевой воды. Горизонтальная же гидроизоляция укладывается на других ответственных участках в горизонтальной плоскости, например, под подошвы фундамента для противодействия грунтовым водам или в месте перехода стены фундамента в несущие стены дома для защиты от капиллярного воздействия влаги. В первом случае ее укладывают еще до момента вязки арматурного каркаса, во втором после того, как бетон наберет свою прочность. Для ленточного и монолитного, то есть сплошного фундамента, с подвалом горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах. На уровне полуподвала или ниже на 15-20 см этого уровня и в цоколе в месте соединения фундамента со стеной. Верхнюю горизонтальную часть монолита в избежание увлажнения стены здания покрывает двумя слоями рубероиды или другим гидроизоляционным составом. Оба типа изоляции, как правило, соединяют в единую водонепроницаемую систему. Гидроизоляция может проводиться несколькими способами. Первый – это обмазка мастикой. Обмазка мастика считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Гидроизоляцию необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Как правило, нанесенным слоям на битумной основе требуется около 7 суток для набора максимальных свойств. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована, при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор, обломки арматуры, камни, стекла. Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий. Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используют руберозик, которые дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии поверхности основания выравниваются, очищаются, сушатся. При необходимости наносятся грунтовые праймеры, облегчающие максимальную адгезию гидроизоляции и дополнительную защиту фундамента. Затем клеят минимум два слоя рубероида с нахлёстом 15-20 см. Напыляемая гидроизоляция. Она наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента. Практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности. Необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Это более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильного материала, который выполняет дополнительную защитную функцию. Проникающая гидроизоляция. Проникающая гидроизоляция называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100-200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию её по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, а также подвала или цокольного этажа. Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищают от пыли, а затем тщательно увлажняют. Наносят материал в несколько слоёв. Перед тем, как сделать гидроизоляцию фундамент, следует также учесть тип фундамента и особенности проведения работ по его защите. Плитный фундамент. Гидроизоляция осуществляется после устройств песчаной подушки и изоливки бетонной подготовки, на которую наносят либо рулонные, либо обмазочные материалы. После этого можно приступать к вязке арматурной сетки, установке опалубки и изоливке бетона. Гидроизоляция также кладётся на фундаментную плиту. Если её поверхность неровная, то предварительно делается выравнивающая стяжка. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, по нему делается стяжка и уже на стяжку кладётся покрытие пола. Если вы решили строить дом на ленточном фундаменте, то горизонтальная гидроизоляция в этом случае сводится к защите подошвы основания и места соединения фундамента со стенами. На первом этапе устраивают песчаную или гравийную подушку. При необходимости делают дренаж фундамента. Далее в обязательном порядке следует бетонная подготовка под фундамент. Уже на неё укладывают своё полотно гидроизоляции. При последующем армировании нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить слоу изоляции. Свайный и столбчатый фундамент. Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и труд затрат. Бетонные столбы и сваи необходимо сразу делать из бетона с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных сваи при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Гидроизоляция цоколя. Цоколь с наружной стороны должен быть гидроизолирован для того, чтобы защитить стену дома от поверхностных вод. Дело в том, что средняя высота снежного покрова обычно составляет от 10 до 50 см. А также капли дождя, отбиваясь от отмостки, больше всего подмачивают от 10 до 50 см до уровня грунта. Именно поэтому цоколь необходимо облицовывать водонепроницаемым материалом, например, водоотталкивающей плиткой. Гидроизоляционный слой, как правило, подлежит защите от механических повреждений, химическому воздействию, ультрафиолету и т.д. В первую очередь, механическая защита гидроизоляции необходима перед обратной засыпкой грунта котлована, так как есть риск повреждения гидроизоляции механизмами, камнями или строительным мусором. Для защиты гидроизоляции используют различные методы, например, устройство подпорных или защитных стенок из кирпича или железобетона, выполнение штукатурки или защитных стяжек из цементно-печатного раствора, а также закрепление или наклеивание различных материалов, например, профилированные мембраны, азбез цементных листов или плит экструзионного пенополистирола. Проникающая гидроизоляция не требует защиты, так как ее принцип действия основан на проникновении химически активной части состава вглубь бетона и образования в порах и микротрещинах трудно растворимых кристаллов, образуя тем самым однородную монолитную структуру самим бетоном. Следует помнить, что никакая защита не спасет гидроизоляцию от обратной засыпки, выполненной мерзлым грунтом и грунтом, содержащим строительный мусор и камни. Обратную засыпку рекомендуется выполнять из дренирующих грунтов вручную с послойным трамбованием. На этом все, подписывайтесь на канал и всего доброго.